Вот здесь вопрос прозвучает, зачем вы там были. Вот я знаю, зачем вы там были. Для того, чтобы вы здесь сидели. Такие уроки мужества стали уже традиционными перед Днем Победы. Но каждый год слова тех, кто был по ту сторону войны, становятся все проникновение. В актовом зале сегодня нет свободных мест. Школьники стоят даже за дверью, внимают каждому движению и каждому слову, как сражались за Родину и страшно ли убивать. Если народ забыл войну, жди войны. Чтобы не забывали, вот такие встречи с молодым поколением нужны. Символично, что такие встречи проводятся именно в этой школе. Сегодня здесь изучают химию и биологию, а в далеком 44-м эти классы были перевязочными и операционными. Говорят, стены до сих пор источают запах лекарств. С 1937 по 1947 год в здании располагался самый крупный госпиталь в городе. Может, именно поэтому 20-я школа славится военно-патриотическим воспитанием. Сегодня ее выпускники учатся в танковых пограничных училищах, служат на Кавказе. Это долг каждого мужчины, гражданина. Он обязан служить во благо Родины. Я хочу закончить 11 класс, поступить в Новосибирский военный институт, закончить и пойти в армию, и там карьеру дальше продолжать. Если пять лет назад в созданном школе-клубе будущих защитников Отечества не собиралось и 30 человек, то сегодня вступить в него стремятся практически все мальчишки. Теперь вместо сигареты ребята держат в руках оружие и умело им владеют. Мальчишки уверены, армиям необходимо, ведь их сила и мужество – это спокойствие нашей Родины. Елена Власова, Евгений Жанцуев, телекомпания АТВ.